Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Диана Бондаренко, Казахстанская Медиа Академия. Вот признайтесь, когда вы слушаете радио, вы представляете себе студию, где вещает ваш голос любимого кумира Малико Рузиево или Гульбахор Хасановый. Конечно, представляете. А студентам Медиа Академии сегодня посчастливилось. Не только вы видите эфирную студию русского радио, но и принять участие в работе. А для отрыщиков у нас все двери открыты. Назыма Гадильбек, журналист, теле- и радиоведущая, программный директор русского радио Азии, утверждает, что эфир – это волшебство, которое, к счастью, случилось в ее жизни. Регионы вот эту информацию слышать, ну, как бы, не должны. И, соответственно, я что сделала? У нас здесь пошли анонсы. Я отключила этот микрофон, ну, так же, как здесь не микрофон, а линейку. И все, ушла. Этот микрофон выключила. Сюда вернулась. С 2 до 3 и с 8 до 9 по времени Астаны в эфире русского радио идут столы заказов. Ну, соответственно, то есть, ну, как бы, видишь, я оставила просто музыку. То есть, ну, там он уже сам себе ставит открывашки-закрывашки и все остальное. Да. Ну, то есть, я покажу на своем примере. Ну, вот у меня вот так, допустим. Вот у меня открывашка. Потом пошла песня, потом у меня стоял бридж, потом у меня смс-ки, песня, потом у меня снова открывашка-песня, смс-подложка и песня. То есть, ну, как бы, стол заказов идет по стандарту. То есть, сначала мы принимаем звонок, потом мы читаем смс. То есть, ну, как бы, правила, ну, как бы, любого нормального эфира, ну, это, как бы, я придумала, ну, иметь в виду, застолбила так. Ну, хотя, в принципе, все так работают. Ну, чтобы не мешать звонок и привет, ну, то есть, это вообще, как бы, ну, две разные специфики. Ну, да, отдельными блогами. Да, 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 и поэтому, как бы, ну, вот мы так разделили. Ну, вот, 9 часов у нас здесь выходят новости московские. И, ну, все, вот, быть рядом и вот, ну, вот, видишь, здесь надо грамотно подобрать. Да, ну, так как, так как после первой, после новостей, после первой новой песни будет выходить диджей, то есть, ну, как бы, я ему соединяю. То есть, ну, как бы, можно здесь, он может выйти вот здесь на конце, говорить, 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 говорить. Как раз к началу следовательства. Да, да, и вот у него, у него интра 21 секунда. Обычно, когда вот здесь вот, вот это то, что сейчас идет в эфире, это то, что готовится к эфиру. То есть, ну, в основном две полосы, чтобы было понятно, чтобы в три не путаться. Ну, единственное, если только бридж очень коротенький, тогда он выйдет три полоски. Ну, видишь, вот это свободное. То есть вот эта кнопка, она отвечает за насильное нажатие. Ну, то есть вот когда я стол заказов, я прочитала, нет, вот я прочитала, допустим, все смс-ки, и мне надо завершать. И я как бы насильно останавливаю подложку, нажимаю вот эту кнопку, и у меня идет песня уже. Открываю и смотрю, что, в принципе, не ложится вот это под это, ну, никак не ложится. Вижу, здесь медленная такая, очень, ну, что я делаю? То есть сюда можно как раз бридж, да, поставить? Да, еще один бридж можно, допустим, сейчас я вот, мне надо по времени сориентироваться. Это когда у песни на начало получается такое, когда просто минус идет такой. Да, подойдет сюда елка, например, да. Если она, допустим, если она так идет, смотри, она будет раз и срезать, ну, даже если вот так, все, видишь, она так тынкс и оборвалась. Но так как я вот вижу, что у меня вот здесь такое тоже тихое очень начало, это вот, а это вот так плавно. Видишь, она фейдом уходит, да. Она в тишину уходит, все. Друзья мои, ну что, вот он самый долгожданный момент, когда есть у вас возможность получить в качестве приза от любимой волны мобильный баланс. Обязательно загляните на наш сайт русрадио.кз, ознакомьтесь с правилами участия в наших играх и викторинах. Если вы уверены в своих музыкальных способностях, сможете спасти своего кумира, тогда добро пожаловать. Звоните к нам, 2-506-600, это телефон прямого эфира, код города Алматы 727. Вот линия телефонная свободная, звонок принимаем. Кто же к нам дозвонился? Так, дозвонились и не дождались. А вот еще один. Алло. Здрасте, как зовут вас? Танечка, вы к нам откуда? Татьяна из Алматы. Тань, ну что, вы готовы поиграть со мной в игру до пояса звездой? Все песни знаете. Ну хорошо, тогда поехали. Ну что я вам хочу сказать, Танечка, ну вот там даже половинку не отгадали. Да, и даже не допели, и даже слова перепутали. Но, знаете, хотя бы за то, что вы попытались и все-таки первые, там сколько, 4 слова правильно ответили, давайте вот в качестве сюрприза, подарка сделает вам русское радио мобильный баланс. Поздравляю вас, вы наш победитель. Вот видишь, ровно в 15.30 я перфекционист. Очень сильно. Теперь вы будете объяснять, да? Да, сейчас вот я, я вот сейчас, я ее. Алло, не за что. Поздравляю вас. Как зовут? Фамилия вернее. Чувашова. Номер телефона. Это профессиональные программы, ну, и опять же, такая программа, как это только у нас и у Майкла Джейсон, такая программа есть только у нас и на Европе Плюс. То есть все остальные радиостанции работают по другой программе. То есть, ну, вам нет смысла учиться работать в какой-то одной программе. Ну, то есть, как бы, да, да, то есть самое главное, да, как склеивать, потому что программы склеивают одинаково, просто они могут выглядеть по-другому. То есть у них может интерфейс быть другим. Да, а то мы сейчас заточимся. Да, 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 да. Вот смотри, Юля, вот это программа региональный, региональный компьютер. То есть это вот это вот, все, что здесь, вот здесь появилось, это идет на регионы. Что я делаю? Я склеиваю все треки между собой, чтобы в эфире не было дырки. То есть, ну, вот все, регионы сейчас это заберут. Это не плавно, да? Да, да, но здесь не плавно далеко. Я вот сейчас вот мы, сейчас новости, я выйду с пробками. Сегодня вообще замечательный день в моей жизни, потому что я впервые побывала, побывала, поприсутствовала в прямом эфире на русском радио. Это, наверное, предел моих мечтаний на сегодняшний день. То есть, естественно, есть очень много целей, и я хочу сказать огромное спасибо Казахстанской медиа-академии за то, что вы нам дарите такие возможности. Я очень рада, и спасибо вам огромное. Первые три предложения, когда я прочитала, я поняла, что у меня 24 секунды осталось. То есть, я эти же оставшиеся пять предложений могу очень быстро прочитать, и у меня останется там 15 секунд просто музыки. Соответственно, что я сделала? Я замедлила темп, улыбнулась где-то, где-то ухмыльнулась, но зато, да, они говорят, как так вообще ровно попало. Но это все, конечно, пройдет с опытом, поэтому я вам тоже говорю, когда вы пишете спичи, вам нужно, это все равно, почему я вас прошу, чтобы вы музыку слушали, чтобы вы там не на конце, не на начале, а чтобы вы прям знали, что вот есть интра там 15 секунд, чтобы вы знали точно, что вам 15 секунд хватит там, допустим, что-то сказать. И, соответственно, что я сделала? Я эмоционально, то есть, даже несмотря на то, что у меня здесь запятая, я поставила эмоционально точку, я написала, друзья мои, наш с вами настоящее зависит только от нас. Точку поставила и добавила, что все будет хорошо. Сегодня мы, радиоведущие, получили незабываемый опыт, попали в студию русского радио, где Назима Гадильбек показала нам, как это оказаться в прямом эфире. Это было невероятно, друзья. На самом деле, возможности узнать что-то новое нам даются гораздо чаще, чем мы это замечаем. Я желаю вам не упускать ни одной. С вами Диана Бондаренко, Казахстанская медиа-академия. И помните, как утвердает русское радио, все будет хорошо. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.